Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так и через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Ему. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменився. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскрес, не кленными, а мы изменився. Ибо кленному сему надлежит обречься мертвения, и смертному сему обречься бессмертие. Когда же кленное сие обречется мертвение, и смертное сие обречется бессмертие, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победами. Смерть, где твоя жало? А, где твоя победа? Иисус воскрес из мертвых, но Он будет не единственным, кто это сделал. Это прекраснейшая новость, не так ли? Потому что Бог так сократил нас, что мы состоим из тела и души. И то, что мы теряем из-за греха, Иисус спасает, включая тело нас. Но надежда христианства в воскресении тела. Потому что наш Спаситель восстал, воскрес из мертвых. Где Моисей? Дед. Где Будда? Дед. Где Мохаммед? Дед. Где Иисус? Воскрес. И вот тут уникальная надежда в воскресении тела. Когда вы идете на кладбище и, провожая кого-то в последний путь, кладете гроб в землю, глаза говорят нам, вот брат или сестра, и больше мы с ними не увидимся. Этот человек уже не вернется и не будет с нами. Но, когда вы сажаете это зерно, когда вы сажаете это зерно, это тело кладете, это зерно, то вот это место станет местом воскресения. Такова надежда ваша. И вот следующий текст наш. Это очень интересный. Это текст из детского завета. Из пророка Иезкии. Вы ever read this text? I hope you got the right one up there. The hand of the Lord was on me, and the Lord brought me to the valley full of dead. Oh my, oh my. Read it. What do you think? Ezekiel sees this vision. And, well, what is the vision? He comes from this valley. And, what's in the valley? Bones. So long. Lead bone. Bone. And he asks the question, he says. And these bones live? Эти сухие кости будут жить? They're dead. Они лертвы. Is it possible for these bones to live? Неужели возможно оживить кости? And after a while, he's beginning to hear a sound. И через какой-то ник он начинает слышать странный звук. The bones begin to live. Начинают греметь эти кости. Мертвые кости. Они восстают к жизни. И вот применить это введение в Иезекииле можно двумя способами. The first one was that he's really asking the question, is Israel, is the nation going to live again? Can it rise from the dead? It's dead, is it going to live again? Вопрос из Иезекииля касался Израиля. Тогда Израиль мертв. Неужели будет Израиль жить как нация? But like many of these Old Testament visions, they foreshadow. They're a shadow of the New Testament. Но как многие, многие тексты Ветхого Завета, это предсказания, это тень, те события, которые происходят в Новом Завете. And what he's really asking is, if we die, will we live again? И по сути вопрос из Иезекииля звучит, а мы, когда умираем, мы, выдержите опять? Read the text line, read the text line, read the text line, read the text line, read the text line. И вот они весьма сухие. И сказал мне, сын человеческий, оживут ли кости синие? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, из реки пророчества на кости синие, скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь костям синие. Вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я из реки пророчества, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движения, и стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было у них. Тогда сказал он мне, из реки пророчества духу, из реки пророчества, сын человеческий, и скажи духу. Так говорит Господь Бог, от четырех метров приди, дух, и вдохни на этих убитых, и они оживут. И я из реки пророчества, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали ноги свои, весьма-весьма великое полчища. И сказал он мне, сын человеческий, кость с ней, весь дом израилев. Вот они говорят, и сохли кости наши, и повидла надежда наша. Мы оторваны от корня, поселу из реки пророчества, и скажи им. Так говорит Господь, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и веду вас в землю Израилевую. И узнайте, что я, Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на землю вашей, на земле вашей. И узнайте, что я, Господь, сказал это и сделал, говорит Господь. Об этом сейчас песня будет. И imagine, you know, you're, you know, you died, you've been buried. И вы думаете об этом тексте. Мы будем петь, думайте об этом. ПЕСНЯ 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 И увижу ли креста, Слышу глаз небеса пущий, Приходи ко мне, мой друг, Он зовет меня, Он зовет меня. Я воскресну, воскресну, И я в предыдущие приду, И увижу от Весу, Слава Богу имени Бог. Что по душу не тревожит, Может, час пришел, когда Ты зовет меня, Спаситель, И увижу ли креста, Слышу глаз небеса пущий, Приходи ко мне, мой друг, Он зовет меня, Он зовет меня. Я воскресну, воскресну, И я в предыдущие приду, И увижу от Весу, Слава Богу имени Его, Что по душу не тревожит. Слава Богу имени Богу имени Богу имени Богу имени Богу имени Богу имени Бога имени Богу имени Богу имени Богу имени Бога 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 Продолжение следует...